Сутотрядовская семья Бреста – это молодые, успешные, инициативные ребята, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются и совершенствуют свои профессиональные качества. В 2021 году студенты трудились на протяжении нескольких месяцев. Кто-то пробовал свои силы, умения в благоустройстве зданий и сооружений, кто-то работал на производстве, а кто-то тачил свое педагогическое мастерство. Это была моя в этом году пятая смена, она юбилейная. Работали мы в лагере «Орленок» в Шопенковском районе, отработали мы 19 дней. В целом смена прошла хорошо. Студенческие отряды оставили огромный отпечаток в моем сердце, и я не представляю своего лета следующего без студенческого отряда. Хорошие впечатления после своей трудовой деятельности сохранились у многих, ведь как еще объяснить такое большое количество бойцов? А их в Брестской области было трудоустроено более 3,5 тысяч человек, которые проявили и отточили свои профессиональные навыки и умения, получили опыт и заработную плату. Ребята работали в семи профилях студенческих отрядов. Это строительные, сельскохозяйственные, экологические, педагогические, производственные и также медицинские студенческие отряды. Ребята действительно поработали во многих учреждениях, организациях и предприятиях. Получили свой первый опыт, неоценимый опыт. Наши ребята также приняли участие в республиканских трудовых проектах. Это как республиканский «Атлант» производственный проект, также «Всебелорусская стройка», «Город молодости». И также выехали за пределы Республики Беларусь, поучаствовали в международном строительном проекте МКР. Стоит отметить, что работа студенческих отрядов была бы невозможной, если бы не готовность к сотрудничеству принимающих организаций. Брест традиционно является лидером по количеству трудоустроенной молодежи в Брестской области. Порядка 20% – это вклад Брестской городской организации в трудоустройство молодежи. У нас есть и наши постоянные партнеры в формировании студенческих отрядов. Это групп «Белоселеком», это наши оздоровительные лагеря, как «Орленок» и другие на территории Брестской области. Это наше учреждение образования, высшее учреждение образования, технический наш вуз, университет имени Пушкина и многие другие принимающие организации, которые действительно заслуживают за то, чтобы им сказали сегодня большое спасибо. За проделанную работу и достойные награды. Ведь цель закрытия третьего трудового семестра до сих пор неизменно – подвести итоги и отметить лучших, которых в этом году было немало. Мы с каждым годом прибавляем количество молодежи, то есть это достаточно такой неплохой показатель. В этом году порядка тысячи ребят в студенческих отрядах провели время с пользой и смогли заработать определенные денежные средства, направив их на различные нужды. Судотрядовское движение – это настоящая проба взрослой жизни. К слову, руководство города в планах реализовать работу с молодежью, которая находится на различных формах профилактического учета. Молодежи, которые проживают в малобеспеченных семьях, в семьях, которые находятся в социально опасном положении. Да, есть определенные нюансы работы с данной категорией деток, но все же я думаю, что мы будем принимать определенный упор именно для занятости и трудоустройства данных ребят. Я думаю, даже какая-то определенная гордость у детей может быть при общении уже со своими детьми и говорить, что я начал свой трудовой путь именно в 15 лет.